Доброе утро. Сделала только что ноги с серым глазом в Голджем. Видите, еще темно в клетке. Да, не в клетке, смотрите. А сейчас на байке делаю еще кардио. Многие мне спрашивают, там болит поясница или колени. Good morning, everyone! Just did legs at Голджем with Charles Glass. Drinking my BPI and doing some cardio. Так что, что хочу сказать. Сегодня у меня поясница полностью выламывала, позавчера делала спину и, видимо, где-нибудь ее немножко сорвало, делали тяги и, видимо, в общем, не очень приятно еще не было. Еще с позавчерашнего дня к мальчику не сходила, чем уже сегодня пожалела. Так что сегодня ноги делала, поясница болит, хоть и в корсете и с поясом, но это меня не остановило. Так что, если что, давайте пообщаемся. Пока буду крутить педали. Сегодня легкая кардио, после четырех ног. Сейчас еще только 5 утра в Голджем. Так что пишите, откуда вы. Я пока буду педальки крутить. Давайте, наверное, вам сделаю вот так. Извините. Сделаем вам, чтобы было интересно. А, наверное, так не точно. Ну, пишите, откуда вы. Я буду педалить. Немножко подкрутить надо посильнее. Сегодня был притринчик. One more wrap от BPI. Кто не знает, смотрите, называется One more wrap. Обалденная штука. Мне очень нравится. Привет, Алматы. Мне очень дают хорошую энергию. И нету никакого неприятного ощущения ни в желудке, ни в теле. Так что, хотела еще что сказать. На завтрак у меня было сегодня четыречных белка и 5 унций ботата готового. Hey, good morning. Hi, Ellen. Hello. Привет, Оксана. Прикреатин девушкам, честно говоря, я его не очень уважаю. Не пробовала. Дело в том, что у меня ей так хватает, в принципе, пампа на тренировках. И у меня проблема с задержкой воды в организме. Я и так постоянно борюсь с этим. Ноги очень сильно отекают. Поэтому креатин добавка не для меня. Мало того, я еще стараюсь найти притринники, чтобы были без креатина. И, слава богу, у BPI есть такие. Хотя девушкам, кому трудно набрать мышечную массу, в принципе, и мои клиентки есть, которые используют его. И им это подходит. Но, опять же, для каждого индивидуально. Новосибирск, привет. Спасибо большое. Киев, привет. Скоро увидимся. Честно говоря, уже так соскучилась. Уже не дождусь, когда приеду к мамочке. Уже за мамой ужасно соскучилась. Вот, так что все уже. 20 сентября буду уже на родине. Надеюсь, увидимся на мастер-классе. Житомир, привет. Привет. Ну, стараюсь выходить в эфир. И вот, видите, вы можете слышать меня по разговору. Хотя я после тревоги ног тяжелый. Поверьте мне, Чарльз Глаз убивает у нас ноги. Опять же, не могу сказать, что это каждому подойдет. Потому что у меня, в принципе, ноги сильные. И у нас идут гигантские суперсеты нон-стоп, без перерыва. И, мало того, это нелегкий вес. В каждом подходе добавляется вес. А 15-12 повторений. Вот, то есть это по 5-6 упражнений на ноги. Поверьте мне, таких 3-4 суперсета, и ты просто вздыхаешь. Хотя, я, видимо, уже привыка к этому, в принципе. Как видите, еще и педалями кручу. Опять же, есть большая разница. Как если вы слышали, мой прошлый эфир. Я делала эксперимент на пустой желудок. Пришла, тренировала спину. Ребята, я сдохла. То есть, я приняла притреник, притреник, кето-притреник, которым есть полезные жиры. Дело, что меня это спасет. Для силовых тренировок нет. То есть, я сделала тренировку, но ощущения совершенно другие. То есть, усталость, не было пампа. И сегодня просто вот эти четыречные белка, этот ботат. Да, в 3 утра я его в себя запихивала. Поверьте, мне в 3 утра не очень приятно есть. Поэтому еще раз отвечаю, когда там говорят, ой, я не голодная. Я, в первую очередь, думаю об моих мышцах, о моем performance, то есть, о силе, выносливости на тренировке. Ну, что я знаю, если я не поему, у меня не будет хорошей тренировкой. И поэтому сегодня съелась офигенная сила, энергия. То есть, это опять же, как я говорю, прежде чем что-то советовать или отвечать, я всегда на себе испытываю. В Лос-Анджелесе есть гречка? Есть гречка в Руси, в русских магазинах. Честно говоря, не часто туда захожу. Я не знаю, честно говоря, когда уехала в Америку в 2005-м, и после того я не ела гречку, Никитам, наши русские еды. Я только первый раз попробовала, когда уже была в Киеве, наверное, мамой приехала. Это уже было, наверное, 2012, наверное. Но, честно говоря, я не могу сказать, что она мне очень нравится, поэтому экспериментировала, опять же, добавляла. Не могу сказать, что очень ее люблю. Поэтому, да, можно здесь ее найти, но не ищу. Я очень люблю ботат, поэтому овсянка, бота – это мои основные углеводные приемы. Привет, Алекс! Саша, привет! Здравствуйте! Посмотрите, хороший жиросжигатель и Астрахани. Насчет жиросжигателей я уже говорила, и я вот сейчас подготавливаю заметку. Насчет жиросжигателей должны были быть очень аккуратны. Дело в том, что я уже за свою карьеру испытала очень много разных жиросжигателей, и могу сказать, что не всегда хороший эффект, потому что, особенно, когда ты делаешь там 2-3 тренировки в день, и ты кофе уже, жиросжигатели, энергетики уже что-то. Я дошла от того, что я настолько убила свою дреналиновую гландой, что при приеме этого жиросжигателя, мне кажется, где-то брала мелдаун, я просто засыпала. Вместо того, чтобы получать энергию, я засыпала. Дошла от того, что у меня было полностью shutdown on general glands, то есть мне пришлось быть на гормонторпеи, Т3, Т4, минералы были понижены, то есть меня вообще запретили тренироваться. Я это прошла, пережила, и получила такой жесткий урок. То есть, поэтому я насчет жиросжигателей всегда советую быть очень аккуратной. вы должны понимать, что жиросжигатель – это для того, чтобы вы получили энергию, а не для того, чтобы сожрать булку, выпить этот жиросжигатель, надеяться, что она сожжется. Нет. То есть, если вы принимаете этот энергетик, я даже люблю их назвать больше энергетики, то вы должны понимать, что вы идете и делаете убийственную тренировку. Все. Ну вот, как уже практика у меня показывает. Сегодня утром был обычный притренник от BPI One More Rep. А вся моя батат и яичные белки. И поверьте мне, это лучше, чем какой-либо жиросжигатель. Какие-то там, вы начинаете у меня спрашивать, крем-бутыролы и так далее. Прит энергия. Отлично себя чувствую. То есть, мой организм работает на энергии из углеводов. Нормальная, полезная энергия. То есть, я не говорю, что жиросжигатели не нужны, жиросжигатели нужны, но всегда попробуйте сначала. Во-первых, я не знаю, что у вас доступно в Астрахани. Ну, онлайн можно, в принципе, заказать, но даже не могу поставить. Ну, что BPI? Жиросжигатели сильные. Если вы ни разу не пробовали жиросжигатели, то очень аккуратно. То есть, начинайте с одной таблетки буквально и смотреть, как ваш организм реагирует. Привет, набережные Челны. Привет. Саша, I want you to compete again. I'm not sure I'll try next year. I have a lot of things I want to do in my life besides competition. I love eating healthy, but competition takes a lot of out of my life. So, I want to do much more things than just comparing. Саша, сколько у вас времени? У меня в 5 утра. Да, в 5 утра я уже поела, я уже сделала треновку ног, я уже делаю кардио. И мне так нравится, очень нравится. Вот даже я сегодня говорила, а мне спрашивают, Дом, как ты там в 3 часа просыпаешься? Ребят, офигенно. Я когда ложусь спать в 9 вечера, я не могу дождаться проснуться утром и пойти на тренировку. Такой драйв. Я утром просыпаюсь, глаза открыты, поела. В 3 утра ты уже не ешь, ты уже просто себя запихиваешь в еду. Вот, поела. И я уже еду с удовольствием на тренировку. Не могу дождаться, куда попасть. Поэтому, опять же, потому что мне нравится тренироваться, и я уже об этом писала, что вы должны, понимаете, когда вам нравятся ваши тренировки, вы будете их выполнять с удовольствием. Вы будете бежать в тренажерный зал, чтобы их сделать, а не заставлять себя идти в тренажерный зал. Очень многие там меня спрашивают, как себя заставить пойти в тренажерный зал? Ребят, если вы себя заставляете пойти в тренажерный зал, это уже не тренировка. Это насилие над организмом, над собой, и, в принципе, ничего хорошего от этого не будет получаться. Привет из Москвы, Саша. Ты рада? Всегда. Спасибо большое. Казахстан, привет. Вышла после вчерашней 500 повторений. Молодец. Хайфы. Привет. Привет. Глаз это убойно. Тренировка, ноги, попа. Отваливались. Да, ребята. Я вам дала пример тренировки ногчауза, глаз. Те, кто у меня был на мастер-классах, получили тоже эту тренировку. Еще те, кто участвовали в тест-драйв. Реально хорошие тренировки. Опять же, не могу сказать, что могу посоветовать всем их, потому что, опять же, есть разные цели и разные кондиции тела. Поэтому для меня это подходит. Для многих может это не подойти. Молинь. Саша, подразумевая, какие комплексы витаминов принимать, как часто? Можно их постоянно принимать с железом проблемы. Ну, во-первых, уже если что-то, с чем-то есть проблемы, вы о них знаете, естественно, нужно их решать. Поэтому, естественно, это нужно добавлять. Обычно я принимаю комплексы минералов, витаминов. Когда на Украине даже иду в обычную аптеку по добавке мультивитаминные комплексы для спортсменов, то есть там будут уже добавлены дополнительно, допустим, тот же кальций, магний, киташевим, потому что при интенсивных тренировках вы вымываете их с потом. Поэтому нужно будет организму добавление таскай. Я никогда не я не делаю, как говорят, как это, ну, я не убираю своего режима минералов, мультивитамин и омега. Ребята, опять же, вы же каждый день ходите, дышите, функционируете. Если вы еще и тренируетесь хотя бы там 4-5 раз в неделю, у вас интенсивные тренировки, вы должны поддерживать свой организм. И не надо мне тут рассказывать, что вы получаете достаточно еды и минералов из еды. Фигня это все. Нужно постоянно давать организму помощь. Так, Саша, привет. Если бывают проблемы со сном, мышцы, ног спать не дают, что-то вы напьете. Да, скорее всего, у тебя не хватает тех же минералов, о которых я только что рассказывала. Магнизм, потасиум, кальций. То есть, это очень частая проблема. У меня была такая проблема. Опять же, я научилась на своей ошибке жестко, так сказать, когда посреди ночи просыпалась от таких болей в мышцах, что просто не могла потом уснуть, обмазывалась ног до головы обезболивающими кривами и только в этом случае могла уснуть. Поэтому обязательно добавить комплекс минералов. А в обычной аптеке посмотрите на iHerb продается на bodybuilding.com Посмотрите комплексы кальций, магнезий, потасиум тоже очень часто именно из-за нехватки его вот эти судороги мышц. для сна, чтобы уснуть мелатонин. Привет! Лия из Казани привет! Привет! Начинаю, только начинаю, без подсчета бы живу никак, только нужно есть. Ребята, подождите, я уже, уже если мне не верите, может вы поверите, четырехкратная мисс Олимпия Нико Молкинс, которая была на семинаре, задала все эти же вопросы, которые вы постоянно задаете, и по БЖУ, по количеству углеводов и белков. Сейчас я пишу заметку для Железного Мира и будет видео у меня на Ютуб канале, оно на английском языке, поэтому сейчас еще пока идет перевод. Если как я сказала, вы не верите мне, может вы поверите атлету, спортсмену уже с очень большим стажем, которая десять раз уже выступала на профессиональной Олимпии. Не мешайте это с Олимпиями, которые сейчас по всему миру проходят. Любительские этот человек десять раз выходил на профессиональную сцену Олимпии в Лас-Вегасе, четыре раза ее выигрывала, поэтому вот такие люди для меня авторитет, и вот таких людей я буду слушать, потому что они своим реальным примером добились результата. То есть я задавала все эти вопросы, я была очень рада услышать, что наше мнение сходится. я говорю вообще во всем практически, там может быть какие-то нюансы один процент из ста, я может опять же чисто это потому, что мои какие-то медицинские ограничения, я может была с ней не согласна. Так и по питанию, по тренировкам, и мне было это очень радостно слышать, поэтому она также советует этим БЖУ забыть. Не то, что забыть, вы должны знать калорийность, вы должны знать, сколько вы калорий съедаете, но постоянно каждый день их считать, вам не надо. Если вы знаете свои порции, комбинации приемов пищи, все, больше не надо себе усложнять жизнь, не надо высчитывать, есть определенные цифры, грамм на килограмм белка, но опять же, в зависимости от вашей цели, в зависимости на данный момент, где вы находитесь, поэтому, и она это сказала, я это говорю, я не пишу разовые программы питания, то есть, если вы хотите добиться результата, это составляется программа питания, основываясь на вашей отправной точке, где вы находитесь на данный момент, то есть, для этого можете ко мне записаться на вайбер консультацию, вам высылается анкета, где вы описываете все ваше питание, тренировки, режим жизни, ваша цель, и уже отталкиваясь от того, что вы на данный момент кушаете, составляется план питания, потом каждую неделю делаются корректировки этого питания, также Николь говорила, что нужно, опять же, работа идет с количеством углеводов, жиров, белки, в принципе, остаются в том же количестве, вот, поэтому и в этой режиме работает в 12 недель, есть этот персональный тренинг, онлайн-тренинг, поэтому только в этом режиме вы найдете, что для вас работает, как это для вас работает, посмотрите результаты участниц моих тест-драйвов, онлайн-тренингов, за 7 дней 1-2 килограмма, не голодовки тупые без углеводки, они все у меня ели, 5-6 приемов пищи в день, жиры, белки, углеводы, по 2-3 раза в день, и теряли по 2 килограмма за неделю, поэтому хотите добиться результата, нужно делать все правильно, а не лишь бы как. очень ждусь YouTube разбиться с бедра. Зайдите, пожалуйста, у меня на YouTube канале есть отличное видео, самое более просматриваемое, потому что там интересный ракурс было, сделали видео с моей клиенткой бикини, клиенткой Ириной, которая готова, приехала с Москвы, тогда выступала в Лос-Анджелесе по бикини, и красивый ракурс на сгибание ног, так и называется, ошибки и техника выполнения упражнений на задней сгибании ног, то есть, и да, сейчас подготовлю видео, или сделаю пост о главных ошибках, которые допускаются в этом упражнении, и техники, которые вы можете сделать, чтобы помыть прочувствовать, ну что реально, я уже часто об этом ставлю, может не замечаете, но все, кто пробует, тот же принцип 1.5 и задержка, все это работает, так, как ты относишься к витаминам солгар, без понятия, без понятия, не знаю, не принимала, поэтому ничего не могу сказать, вы также должны понимать, что мультивитамины, это не притреник, это не жиросжигатель, то есть, вы сразу их не прочувствуете, то есть, там нет такого эффекта, о, начала принимать мультивитамины, в этот же день или на следующий день получила офигенно ощущение энергии, улучшилось состояние и так далее, мультивитамины, омега, относятся к тем добавкам, которые накапливаются, должен быть период накапливания, то есть, это может быть 2-3 недели, когда вы реально уже начнете ощущать результаты, это будет и улучшение энергии, улучшение состояния кожи, волос, восстанавливаемости, то есть, опять же, это займет некоторое время, то есть, поэтому мультивитамины, да, конечно, не старайтесь самые там дешевые покупать, но, честно говоря, могу сказать, что самые дорогие тоже не надо тратить сумасшедшие бабки, потому что также доказано, что мультивитамины в таблетках, к сожалению, усваивают только на 70%, в лучшем случае, а все остальное, к сожалению, может идти в туалет, опять же, из-за просто того, когда в организм они поступают именно в таблеточной форме, я видела, пробовала мультивитамины в жидкой форме, но, опять же, эти мультивитамины, вы представляете, все эти витамины, они есть некоторые очень радостные, то есть, вот такие жидкие добавляют очень много сладостей, то есть, или фруктозу, или иногда еще и похлеще, там, сахар обычный, то есть, я такие себе, конечно же, не беру, но для эксперимента пробовала, спасибо, Анна, согласна с вами насчет регулярности витаминов, выглядели, что у вас варикоз, что против этого, применяете, какие-то препараты, может, честно говоря, нет, препараты не принимаю, на данный момент, ну, что, опять же, как я сговорила, очень часто ноги ужасно отекают, это у меня семейная, я еще по детству помню, у моей тети, у трех тетей всегда были ужасные ноги, такие опухшие, залитые, синие, и вот я только сейчас начала это вспоминать, я спросила у своей мамы, она говорит, да, у нас это семейная проблема, я говорю, спасибо, наградили, вот, то есть, конечно, обидно, но ничего, справляемся, опять же, меня это не останавливает, не от тренировок, пробовала компрессное белье, к сожалению, не могу сказать, что оно мне помогает, ощущение еще хуже становится, то есть, циркуляция голени еще ухудшается, я вообще не могу ничего делать, поэтому не могу сказать, что компрессное белье мне помогает, пить чай, с одуванчика, он немножко помогает справиться с отечностью ног, а потом мазями пользуюсь для отеков ног, тварикоза, с Украины притащила, было пол чемодана, левитон, еще там где-то уже забыла, уже сейчас позаканчивалось, уже все больно, ждусь, жду, когда приеду на Украину, пока мажусь, просто обычно, моя показывает, это байфриз, он охлаждает, просто хотя бы это, но, скорее всего, пойду все-таки, уже к врачу, когда приеду на Украину, и, наверное, скорее всего, пресс уже медикамент, медикамент какие-то принимать, потому что реально уже очень больно. Привет, Дубай! Привет, Анна! Надеюсь, увидимся. К сожалению, еще точно не могу сказать даты, там, кажется, первые, нет, где-то 7-8 декабря в Дубаях будет выставка, меня пригласили тоже провести там мастер-класс, сейчас еще до сих пор все это обговариваем, точные даты устанавливаем, но я буду очень рада с тобой увидеться в Дубаях и пообщаться, и, может, увидимся на моем мастер-классе, и, может, мы вместе попокачь, окей? Делаю жим штанги ногами в смите, ягодичные бицепс бедра работают, еще подключается спина, это норма? Нет, спина, если подключается, скорее всего, ты ее слишком заворачиваешь, старайся держать спину, поясницу на полу, не сильно ее поднимать, чтобы, нет, в пояснице, если уже болит, это нехорошо. Я, челки, специальную компрессионку купила, после. Привет. Обязательно не лепить коллаген, с какого возраста, и как лучше его пить. Честно говоря, купила даже коллаген, была на выставке в Германии, купила целую пачку, признаюсь, не пропилаю. Я знаю, очень много знакомых моих, принимают, клянутся, что очень хороший эффект. Я не могу ничего сказать. Опять же, как я и говорила, коллаген такая штука, что он должен билдап. То есть, это время занимает, когда вы почувствуете эффект. То есть, я, честно говоря, даже уехала и забыла эту пачку на укройнии. Ну, может, приеду обратно, начну ее опять пить. Кроме того, если видели, я постоянно делаю желейки из БЦАшек, из протеина. А что такое желатин? Чистый желатин? Это тот же коллаген. Также можно даже сэкономить. И вкусно, и полезно. Посмотрите у меня на страничке, если не знаете, я даже специально сделала страничку Fitness Food by Sasha. Food by Sasha. Там только приемы пищи, заходите, смотрите, там очень много ресетов, ресетов вкусных, и желеек, из БЦАшек, которые можно даже поздно вечером кушать. И спротеина. Минск, привет! Кардио на свежем воздухе, как круто. Привет, из Болгарии, по морю. Привет! Да, еще, видите, темнота. Еще где-то полшестого, наверное. Да, мне тут нравится. А еще в субботу у меня гонка героев. Так что вот сейчас добуду только до четверга делать все мои тренировки, пятницу полностью отдых, в субботу гонка. Будет очень интересно. Постараюсь даже этот раз взять свою GoPro, чтобы снять. Но, честно говоря, неудобно, потому что хочется все-таки сделать лучший временной результат. и с этой камерой постоянно возиться тоже не очень хочется. Но, постараюсь другом буду моим делать, Денисом, который мы хайкаем. Так, надо врачок из гранции послеоперационной. Так, еще вопрос. L-карантина поет только перед кардио-тренировком или смысл от него перед силами ими. Честно говоря, привет, Айрис. Привет. Анна, на счет L-карантина честно говоря, уже очень много мне не читала, я его всегда всю жизнь принимала только перед кардио-тренировками. То есть, опять же, читала очень много исследований, что, мол, L-карантин это добавка, которая именно помогает больше всего, так сказать, работает перед кардио. То есть, если вы не знали, мало того, что она помогает переносить жиры в те клетки или мембраны, где будет сжигаться для энергии, она еще и очень хорошо для сердечной мышцы. То есть, я, опять же, как-то уже говорила, что пришла к кардиологу, она меня узнала, это было на Украине, она меня узнала, говорит, вы Саша Браун, хотя подписывала своим украинским именем, фамилией. Я говорю, да, она говорит, сразу что она у меня спросила, L-карантин принимаете? Я говорю, да. И никогда его не исключаю, независимая подготовка или межсезонья. Она меня за это похвалила, говорит, да, это очень хорошо для атлетов, особенно. то есть, я говорю, мало того, еще и для сердца очень хорошо. Вот. А последнее время, если видели, я часто ставлю от BPI продукцию, там есть карнитин, CLA. CLA тоже очень хорошая аминокислота, которая, жирная, это жирная аминокислота, которая помогает именно сжиганию жиров вокруг талии. Это, опять же, это не жиросжигатель, он как бы обменивается, то есть, дает организму полезные жиры и заставляет его сжигать вот вокруг именно талии. То есть, эти добавки не обязательно пить только перед кардио, то есть, их можно добавлять в течение дня и после еды. Также я читала, что можно и перед едой, то есть, да, имеет смысл перед едом, после еды, то есть, алкарнитин будет помогать именно переносить жиры туда, куда надо. Перед силовой тренировкой, что я знаю, насколько я знаю, и опять же, по тем же исследованиям, опять же, если подумать на силовой тренировке, вы хотите, чтобы работали ваши мышцы, правильно? Чтобы мышцы использовали гликоген из ваших запасов. А если вы принимаете алкарнитин, то есть, процесс будет немножко, может быть, мешать, то есть, организм будет стараться работать на перенос этих жиров в клетки, это может мешать немножко силовой тренировки, как говорят, не советуются перед силовыми тренировками. Но, опять же, это исследование, пробуйте на себе. Но, реально, алкарантин, это одна из моих самых любимых пордобавок, я всегда его принимаю, я его чувствую, от хорошего, качественного алкарантина будете чувствовать офигенный результат, будет жарко, будет хотеться больше пить воды, то есть, алкарантин, это реально одна из самых моих любимых добавок. Как относится аргинину? Аргинин никогда отдельно не принимала, он, в принципе, есть в предтрениках, в большинстве предтреников, поэтому отдельно никогда не принимала. Спасибо. Мы пишем, а ты, видишь, наши записи с опознанной 2-3 минуты, ну, я же отвечаю, я же не могу отвечать, сразу читать. Скажите, кардио лучше для силовой, если я хочу похудеть. Нет. Ну, сами подумайте, до силовой тренировки максимум 5-10 минут разыгрев. Подумайте сами, это тоже очень часто, я уже в этом писала, когда вы приходите делать силовую тренировку, вы хотите, чтобы ваши мышцы использовали гликоген, вот запасы ваших углеводов из мышц, правильно? Когда вы делаете кардио, вы хотите, чтобы сжигался жир. Если вы пришли, у вас еще есть в ваших мышцах запасы углеводов, начинайте делать кардио, что будет в первую очередь сжигаться? Эти же углеводы. Вы потом идете на силовую, ваши мышцы пустые, вы не будете чувствовать ту силу и энергию, которая нужна для мышц, того же пампа, для того же роста мышц после тренировки. Поэтому сначала силовая, независимо, или это набор мышечной массы, или похудение, особенно даже если похудение, вы сделаете силовую, ваши мышцы используют запасы этих же углеводов, вы потом идете на кардио, ой, как я сейчас делаю, после силовой ног. И буквально 20-30 минут это намного полезнее после силовой, опять же, для жиросжигания, чем до силовой. Испания, привет! Надеюсь, приехать в Барселону в этот раз. Вот же будет после Олимпии Арнольд в Барселоне. Очень хочу приехать. И БПАй там будет, и Джей Катлер собирается туда ехать. Скорее всего, я туда поеду, но одна маленькая, может быть, причина, что не попаду. Маму нужно отвезти в больницу, в онкологию, в Киеве. И у меня остается очень мало времени, чтобы это сделать. Я 20-го вылетаю, 21-го я везу ее в больницу. Если я успеваю, и у нее там все хорошо, тогда я вылетаю в Барселону. Если нет, мне придется остаться с мамой. Спасибо. Как помочь клиенту с булимией? Не могу заставить идти к психологу. Жалко девочек. Был ли опыт? У меня? Да. Может, и не знаете. был 16-17 лет. Нет, не 16-17. 17-17 я переехал в Луганск учиться, поправила сильно. Где-то 18-19 лет это были года, когда я очень сильно страдала этим. Я объедалась, потом это все рвало. Признаюсь, опять же, я не идеальный человек. Многие там за мной сидят. Ой, я такая счастливая, в форме. Всегда остаешься в форме и так далее. Ребята, я через все прошла. чтобы оставаться в форме. Вот. Поэтому, да. Можете напиши, тоже заметку об этом. Да, прошла. Психолог нужен. Мне помогает фитнес. То, что мне помогает. к психологу тоже ходила. Горсила. Горсила. Клинантин от BPI. Не на неночек. Я вот буквально скажу. Опять же, как я говорила, я хочу быть с вами честной. Я ее сейчас принимаю вторую неделю. Опять же, как я говорила, это не какая-то там жиросжигательность, готовая, которой вы почувствуете энергию и так далее. То есть, это нужно время, чтобы почувствовать результат. То есть, что могу сказать на данный момент. В принципе, какой ее основной эффект должен быть, чтобы аппетит уменьшить. Опять же, это может быть эффект пласиба, может быть, все-таки реально работает. Я могу сказать, что я немного меньше чувствую аппетит. Вот две недели я уже ее принимаю. Вот. Поэтому, могу сказать, все-таки, наверное, работает. Но еще немножечко побуду. Потом напишу, отчет, так сказать, и уже расскажу более подробно. Хорошо? Спасибо. Спасибо, ребят. Все, я, наверное, буду прощаться. Ну и что, уже тяжело. Хочется немножко добавить, нагрутить и работать. Есть ли тренировок? Да, ребят, у меня все есть тренировки для online клиентов и в группах есть варианты для тренировок дома. Ну, если вы следите за мной, вы, надеюсь, видели все мои тренировки с бутылками воды и с ведрами и с бревнами, и с камнями. Поэтому, да, есть. После силовой желательно можно даже обычно вот такое легкое кардио в отдельный день, когда я делаю кардио тренировку, тогда интенсив, тогда полиметрика и так далее. Все, ребят, я побежала. Ну, что потом еще покушать и сегодня пойду еще схожу на океан, сделаю вам видео мое отношение к кето-диете. Хорошо? И интервальному fasting, то есть, есть такое понятие, когда 12-16 часов не едят. Об этом тоже поговорим. Окей? Все, спасибо большое. Видео будет в записи и на YouTube-канале, если вы пропустили. Субтитры сделал DimaTorzok